На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии для вас работает Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На семинаре с представителями сельских населенных пунктов и садовых товариществ обсудили ряд важных вопросов. У вас на самом деле садоводы такие достаточно энергичные, живые и действительно много вопросов задают. Члены общественной палаты Ленинского округа вышли в рейд, чтобы проверить содержание нитратов в бахчевых. 215. В горках Ленинских отгремел ежегодный фестиваль джазовой сезоны, который уже стал визитной карточкой нашего муниципалитета. Музыка нравится сама, джаз. И здесь, да, на самом деле очень здорово, очень приятно. В Дворце культуры города Видное прошел семинар с представителями сельских населенных пунктов и садовых некоммерческих товариществ Ленинского городского округа. На мероприятии обсудили ряд важных тем, волнующих местных жителей. Побывала на мероприятии Наталья Буслаева. Перед началом семинара для жителей был организован прием специалистов профильных служб, где можно было получить консультацию по многим проблемным темам. Наиболее волнующими оказались газификации, водоснабжение, вывоз мусора, дороги, транспорт, а также оформление земельных участков в собственность. Староста деревни Горки Татьяна Санникова пришла с вопросом по постоянному отключению электричества в их населенном пункте. Очень часто ночью отключают. Зимой, сами знаете, насосы у всех. Если отключили электричество, значит, отопления нет. Ну, с водой более-менее наладили. Но все равно давление у нас очень маленькое. Вот хотелось, чтобы давление нам прибавили. Татьяна Сахно из частного сектора рабочего поселка Дрожжино. Жители уже долгое время обращаются с проблемой канализации и качеством дороги к местным властям. Такие текущие вопросы, ничего такого сверхъестественного, все обыденно. Надеюсь, что все-таки нас услышат и помогут нам с нашими вопросами. На совещании присутствовал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков. Он отметил активное участие местного населения в жизни своих территорий. У вас, на самом деле, садоводы такие достаточно энергичные, живые. Действительно, много вопросов задают. Мы им помощь пытаемся оказывать. Ну, и где-то нам удается, конечно. А вот причем нам важны такие встречи очные, потому что мы, конечно, хотим услышать и увидеть, понять людей, какие же заботы и нужды сегодня надо решать. Потому что не все в наших силах. Мы, конечно, вот таким образом, собирая, аккумулируя вопросы и пожелания, мы, конечно, пытаемся подниматься на федеральную уровень. У нас губернатор активно участвует в законодательной инициативе, к нам прислушивается. Многие законы, кстати, с нашей помощью федеральной были приняты, облегчаясь жить садоводом. Также на встрече коснулись темы социальной газификации в муниципалитете. В настоящее время работы по строительству газопроводов выполнены в 43 населенных пунктах. Также Мособулгаз планирует до конца этого года провести монтажные работы в деревнях Мисайлова, Табалова, Ощерина, Мамонова и селе Молоково. Мне хочется благодарить вас за такое активное внимание, такое ваше активное неравнодушное отношение ко всему этому. Смотрите, как вас много. Вы действительно наша большая помощь. Но и мы, как сайт депутатов, всегда идем к вам на помощь, если какие-то есть вопросы. Такие семинары с садоводами и дачниками проходят в Подмосковье с 2016 года. И, как отмечают представители власти, это самый эффективный способ взаимодействия с населением. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Традиционно в августе члены общественной палаты Ленинского городского округа выходят в рейд, чтобы проверить содержание нитратов в бахчевых. В этот раз арбузный дозор побывал на одной из крупных овощных баз муниципалитета. О результатах проверки расскажет Юлия Погосян. Сезон арбузов в самом разгаре. На улицах округа расположились бахчевые развалы. Один из самых масштабных находится недалеко от 6 микрорайона, вблизи трассы М4 Дон. По мнению местных продавцов, сейчас основные партии арбузов едут из Оренбурга и Волгограда. Вооружившись специальным прибором, члены общественной палаты округа решили проверить бахчевые на нитраты. Допустимая норма для арбузов – 60 единиц. Для дынь – 90. Сколько? 215. Конечно, такие арбузы есть опасно, грозит отравлением. Но если решаетесь покупать ягоду раньше сентября, то срезайте мякоть подальше от корочки. Именно в ней концентрируются все нитраты. Сами по себе нитраты для человека не являются однозначным ядом. Но их превышение превращается в опасность для здоровья человека, которые могут привести к гипоксии. Если же вы почувствовали тошноту, повышение температуры, рвоты, то лучше сразу обратиться к врачу. Наверняка определить количество нитратов в продукте можно только в лаборатории. Такие приборы, конечно, имеют погрешность. Те же, кто регулярно приобретают здесь арбузы, на качество не жалуются. Здесь брали уже? Да. И как? Ну вот, живо, здорово, чего и вам желаем. Проверки продолжатся. В следующий раз члены общественной палаты намерены подключить к рейду торговый отдел администрации и профильных специалистов. Юлия Погостьян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Виднет. Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа. В этот день представители ленинского отделения партии «Единая Россия» посетили приют «Домашний», который был открыт в 2003 году и существует исключительно на частные пожертвования. Акция получила название «Лучший друг». Гостей встречает основатель заведения, советник губернатора Подмосковья Илона Броневицкая. Для партии «Единая Россия» эти визиты стали уже доброй традицией. В приюте обитает более 600 животных, которые требуют постоянного ухода и кормления, а потому подобным визитам всегда рады. Здесь собралась та общность людей, которым не безразлично, что едят, как живут, какая их судьба дальнейшая. Этих собак, которых, в общем, постигла печальная участь оказаться на улице, которые попали в приют. Спасибо за вашу помощь. В приюте с говорящим названием «Домашний» животных лечат, стерилизуют, вакцинируют и ищут для них новых хозяев. Каждый год около 200 собак уезжают из приюта домой. В этот сложный и далеко не дешевый процесс вносит свою лепту и партия «Единая Россия», организуя акцию «Лучший друг». Силами членов партии и сторонников мы организовали небольшой, но посильный, существенный сбор помощи для этого приюта. Мы купили корм, купили необходимые лекарства для восстановления животных. Илона Броневицкая отмечает, что в обществе наметился определенный положительный сдвиг в отношении бездомных кошек и собак. Это происходит в том числе благодаря появлению огромного количества видеороликов, где спасают погибающих животных. Люди залезают в какие-то трубы, люди останавливаются на трассах и поднимают сбитых животных, вытаскивают, рискуя жизнью, что-то где-то спасают. И, знаете, это все-таки лицо нашего общества. Илоной Броневицкой было предложено в рамках реализации регионального партийного проекта «Старший брат» проводить учебно-тренировочные занятия для школьников, чтобы те знали, как вести себя с собаками. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. В минувшие выходные в Центральном городском парке витал аромат яблок и выпечки. Пироги, блины, штрудели и слойки, шарлотки и кексы. Все это разнообразие приготовили участники конкурса «Яблочная рапсодия», который прошел в рамках регионального фестиваля «Открытый город». 19 августа в России отметили православный праздник преображения Господня. В народе именуемый «Яблочный спас». Традиционно именно к этой дате хозяйки освещают церкви созревшие плоды и готовят из них разнообразные угощения. Сладкую выпечку, блины, варенье и салаты. Считается, что такие яблочки и продукты из них способны исполнять желания. Отметили праздник и видно. «Яблочный спас» мы, конечно, не первый год проводим, но каждый раз все время что-то придумывают организаторы, ребята, молодцы. Они у нас творческие, креативные. Вот сегодня вот этот фестиваль пирогов. И сколько приехала организация, учреждение со своими выпечками, идеями. В общем, главное, что на каждом столе с десяток разнообразных визок. Мы отдаем дань и тем людям, кто строил этот город, кто поднимал его, кто создал его, кто гимн городу написал, где видно, как и прежде, яблони цветут. В детском городке Центрального парка прошел конкурс под названием «Яблочная рапсодия». В нем приняли участие коллективы дошкольных учреждений, Ленинское отделение общества инвалидов и семейные команды. Приготовили наши педагоги совместно и родители, конечно, которым большое спасибо. Ваша задача победить или принять участие? Вы знаете, каждый надеется на победу, но и, конечно, участие в этом замечательном конкурсе – это тоже очень для нас. Спасибо всем. Мы отмечаем и праздник, и делаем приятное нашим жителям нашего города. И себе для нас это тоже большой праздник. Жюри предстояло выбрать победителей в номинациях «Самый большой пирог», «Самый вкусный пирог», «Широкий ассортимент», «Самое необычное оформление» и «Юный пекарь». Чего тут только нету. И вон сухой пирог, и блинчики, и повидло, и с орехами, и с тем, и с тем, и пирог, и торты. Молодцы, какие у нас люди. Настолько подготовлено и интересно, такие презентации красивые. Действительно просто невозможно победителя как-то выявить. Конкурс прошел в рамках регионального фестиваля «Открытый город», организованного при участии торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. Недалеко от столов с выпечкой разместились торговые палатки представителей малого и среднего бизнеса. Нежный бизнес плюс торгово-промышленная палата, плюс мастера, которые традиционно своими руками делают какую-то продукцию и продают ее на территории Центрального парка. Здесь можно было не только познакомиться с работой местных производств, салонов красоты и флористики, но и приобрести продукцию видновских мастеров, в том числе и самых юных. Словом, каждый мог найти что-то себе по душе. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В год празднования столетия джаза в Горках Ленинских отгремел ежегодный фестиваль «Джазовые сезоны». Мероприятие уже стало визитной карточкой нашего муниципалитета в культурной жизни Подмосковья. Подробнее о музыкальном марафоне расскажет Дмитрий Книга. Уже в восьмой раз музей-заповедник Горки Ленинский принимает на своей территории музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны». Неизменный организатор и идейный вдохновитель мероприятия – народный артист России Игорь Бутман. По его словам, Open Air с каждым годом становится все более масштабным. Москва рядом, огромное количество артистов. Огромное количество артистов живет в Подмосковье. Надо дать им возможность выступать здесь, дома. И, конечно, без поддержки и правительству Московской области, без поддержки Министерства культуры и лично губернатора, конечно, мы бы сегодня так не радовались, как это делают наши гости, которые сюда приехали. Среди почетных гостей – министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. «Я благодарен вам за то, что вы любите джаз, любите музыку. Я желаю этому фестивалю успехов, а всем хорошего настроения». «События – это не просто знаковые. События для округа – это совершенно точно событие номер один в культурной жизни. Я считаю, что оно знаковое для Московской области. Ну и Игорь Михайлович при неизменном качестве, высочайшем уровне происходящего, при том, что фестиваль ассоциируется у всех именно с его именем, именем Бутмана, но тем не менее каждый год он являет миру, являет Подмосковью, являет Ленинским округом и горком какую-либо мировую звездой». Кроме коллектива Игоря Бутмана в течение двух дней на сцену поднимались артисты самого высокого уровня. Открыл фестиваль Сергий Вопосадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Контюкова. Впервые участником джазовых сезонов стал пианист-виртуоз Денис Мацуев. За выходные горки Ленинские посетило около 12 тысяч человек. Для многих зрителей фестиваль стал неотъемлемой частью летнего культурного сезона. «Музыка нравится, сама джаз, и здесь, да, на самом деле очень здорово, очень приятно. Под открытым небом такой фестиваль, достаточно камерный». «Люблю исполнителей, которых приглашает Игорь. Мне нравится это мероприятие, нравится атмосфера, нравится природа, вообще мне нравится это место. Так что он привлекает меня всем, и картинка, и содержание». Помимо музыки, для посетителей была подготовлена развлекательная программа. Выставки, ярмарки, фудкорт. Каждый мог найти что-то по душе. «Сегодня мы готовим традиционное испанское блюдо, основой которого является рис, пайли с морепродуктами». «Здесь представлены мои творческие работы. Это докупаж и народная кукла. Вот все, что я делаю здесь, все пока сделано моими руками. Народная кукла очень теплая, душевная. Вот собираю прямо здесь, на месте». Стоит отметить, что фестиваль проходил в год столетия джаза. И, судя по интересу зрителей, юбилей удался на славу. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Первенство России по каратэ состоялось накануне во дворце спорта «Видное». В состязании приняли участие более 900 спортсменов из 62 регионов нашей страны. Подробнее расскажет Олеся Попова. Чтобы побороться за звание лучших, в Ленинском округе собрались сотни каратистов со всей страны. От Дальнего Востока до Калининграда. Тем не менее, участники соревнований рассказывают, практически все знакомы лично. На татаме встречаются уже не в первый раз. В первенстве принимают участие каратисты от 14 до 20 лет. На спортивном языке – кадеты и юниоры. Соревнуются не только за медали и звание, но и за возможность попасть в сборную страны. Здесь очень высокая конкуренция. Фактически в каждой весовой категории у нас от 30 человек участников. И чтобы выиграть сегодня золотую, серебряную, бронзовую медаль, спортсмен надо провести от 4 до 5 боев. Несмотря на юный возраст участников, среди них много титулованных спортсменов. Например, Артем Старилов из Саратова. Парню 16, а за его плечами уже бронза чемпионата Европы. В этом году попасть в сборную ему не удалось. На первенстве России взял серебро. Но впереди долгие годы спортивной карьеры. Было волнительно, это однозначно. Категория здесь сильная, и соперники тоже достаточно сильные. Сейчас тоже идет отбор сборной. Вот как раз-таки я занял второе место, не попал. Но ничего, будем дальше стараться работать. А 14-летняя Юлия Фалдина из Курганской области впервые стала чемпионкой России. Рассказывает, пока это самая значительная победа в ее карьере. Впереди первый в жизни чемпионат Европы, подготовка, тренировки, поездки и встречи с новыми незнакомыми соперниками. Я очень довольна своим результатом, потому что я долго к этому шла. Секрет победы, ну это, наверное, главное, сначала подготовиться хорошо к соревнованиям. Потом, ну, главное слушать тренера. На протяжении соревнований участников поддерживали тренеры. Зачастую давали советы прямо во время боя. Кроме того, напутственные слова юным спортсменам сказали вице-президент Федерации карате России Виктор Хан и заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова. Я вам всем желаю красивых, честных победил. Конечно, победят травмы. Я желаю, будьте внимательны, особенно на татане, судьбе. Помните об этом. Спасибо всем удачи. Карате – это дух, сила духа, сила, смелость, честность, справедливость. Сегодня, правда, очень важно, чтобы наша молодожь была спортивной, чтобы наша молодожь знала цену своей совести и чести. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.